Сегодня на аэродроме Бычье поле в Кронштадте стартовал масштабный праздник в честь Дня авиации. Гостей ждет воздушный парад, показательные выступления профессиональных летчиков, концерт и розыгрыши. Поближе с пилотами и летательной техникой познакомился наш корреспондент Алексей Завялов. Леша, я тебя приветствую. Какие фигуры высшего пилотажа уже успел увидеть, если успел? Привет, Регина. Слушай, ну тут чего только не утворяют в небе над Кронштадтом. Здесь и мертвая петля, петля Нестерова, бочка, штопор, разворот на три четверти. Некоторые фигуры высшего пилотажа, ну просто страшно за этим наблюдать, потому что когда ты видишь, как самолет вот так вот вертикально летит вниз, ну просто дух захватывает, и вот здесь человек 200, наверное, собралось в Кронштадте. Все смотрят наверх, вообще не отрываясь, мне кажется, шею устанут всех к вечеру. Вот это мимо меня сейчас проехал смешной вертолетик, называется «Автожир», потому что там и пассажир, и пилот. Пилот-пассажир, автожир такой вот. Они тоже в небе вот такие фигуры вытворяют, летают вокруг друг за другом. Таким кольцом тоже смотрится очень, конечно, все это воодушевляюще, интересно. Люди смотрят наверх, все друг другу пальцы им показывают, кричат, смотри, смотри, ты видел, он это сделал. И вот сейчас я хочу сказать, что в небе над нами летает самолет, который называется «Дельфин». Ну «Дельфин» он называется, потому что те, кто проектировал конструктора этого самолета, почему-то решили, что он похож внешне на «Дельфин», не знаю. Мне так не показалось, если честно. Ну да не важно. Фишка в том, что этот самолет собрали здесь, в бычьем поле, вот прямо в поле, в ангарах местных. И его собрали в 2000 году, с тех пор он летает, и уже собрали еще потом три самолета. Каждый стоит миллиона три-четыре, по сравнению с зарубежными аналогами, это, конечно, ничтожно мало. Мы поговорили с пилотом одного из таких вот «Дельфинов». Я говорю, а не страшно летать на самолете, который, ну вот, собрали здесь, в чистом поле? Нет, говорит, все нравится мне. Давайте посмотрим, Игоря. Собирается он не в поле, все-таки он собирается при всяких использованиях, всяких правил, все инструкции по безопасности, гражданской авиации, учитываются. Не просто так собирается самолет, когда он собирается, приезжает комиссия из Москвы, или там из Питера государственная, которая допускает самолет полета, полностью проверяет безопасность его, можно ли на нем людей возить, просто летать. Ну, еще интересно, не только на чем летает, но и кто летает. Я здесь, например, познакомился с Алисой, девушке всего 15 лет. Она впервые этим летом села за штурвал самолета. У нее еще нету даже возможности получить права. Она летает по специальному такому разрешению от начальника аэродрома. Но, тем не менее, у нее уже есть планы всю свою жизнь подчинить авиации. Надеюсь, что у меня получится реализовать свою мечту и стать военным летчиком. Но пока что девочек не набирают на факультеты летной эксплуатации, ни в одно наше военное училище. Но я с этим буду бороться. Ну вот, еще где-то часов пять тут будут продолжаться показательные выступления. А сейчас там за моей спиной идет викторина. И тому, кого повезет, его прокатят в небе. Ну, вот так вот, Регин. Леш, ну беги, скорее участвовать в этой викторине. Мы очень хотим посмотреть, как тебя будут катать. А еще меня очень впечатлил вот этот автожир. То есть, ну, вертолетик для тех, кто не успел похудеть к лету. Например, ну, здорово на самом деле. И девочка молодец. Может быть, действительно она станет первой военной летчицей. Да, мы последим обязательно за ее судьбой. Ну все, беги на викторину. Мы тебя отпускаем. Это был наш корреспондент Алексей Завьялов.